В законодательном собрании создали новую рабочую группу, в которую вошли представители муниципалитетов и общественников. Ее задача – разобраться, как многодетным семьям максимально эффективно реализовать свое право на бесплатное получение земельного участка под строительство. В нашем регионе уже много лет действует практика предоставления бесплатных земельных наделов многодетным семьям. Однако их обладатели зачастую не спешат строиться. Это и побудило депутатов задуматься над тем, как помочь людям в полной мере использовать свое право. Как правило, районные власти много внимания уделяют данному вопросу и стараются полностью обеспечить людей земельными участками. Вопрос только стоит в том, что у многодетных семей отсутствуют финансовые возможности для застройки данных земельных участков. И на сегодняшний момент многие земельные участки не востребованы получаются. Хотелось бы, конечно, чтобы на уровне региона или федерации рассмотрели финансовые возможности для многодетных семей, которые признаны нуждающимися. Однако некоторые семьи, едва получив участок, спешат его продать. Связано это с нехваткой средств на строительство и подвод коммуникаций. Есть еще один проблемный вопрос. С электричеством все более или менее в порядке, а водоотведение в некоторых сельских территориях попросту отсутствует. Дело это дорогостоящее и местным бюджетам часто не по карману. Открытым остается вопрос и по газоснабжению. На следующее заседание мы хотим пригласить многодетные семьи из первых уст услышать о их проблемах, почему же все-таки так мало. То есть земли и участков выделяется достаточно много, что-то с инфраструктурой, что-то нет. Но хотелось бы от самих семей получить обратную связь для того, чтобы понять, какие их проблемы на самом деле беспокоят и почему они практически не строятся на выделяемых земельных участках. Вопрос не праздный, вопрос нужно решать. Участники дискуссии предложили гибридную схему. Если снять критерии нуждаемости при выделении земельных участков, можно расширить рамки этой социальной программы. В ней смогут принять участие семьи с достаточно высокими доходами, которые справятся со строительством дома. При этом льготники должны выполнить взятые на себя обязательства по улучшению жилищных условий своей семьи. Остальные могут предложить денежную компенсацию.